Иночка, расскажи, как у тебя там обстановка, как себя чувствуют наши конкурсанты? Ой, на самом деле, эмоции еще после выхода на сцену не улеглись. Рядом со мной Майкл Сул, который открывал наш галоконцерт. Майкл, ну, расскажи, как тебе оценки судей? Хочется ли возразить? Нет, послушайте, хочется всем пожелать искренне здоровья, счастья, благополучия, чтобы все было хорошо. Звукорежиссеров очень хочу поблагодарить за свой рабочий левый ушной монитор. Очень было приятно работать с этой командой. Майкл, Майкл, скажи, пожалуйста, вот ты участвовал в таком количестве вокальных телепроектов. Мы помогли, как видите, была проблема с интонацией. Нет, ну, скажи, вот как это, каково это, когда тебя критикуют? Это совершенно нормально, просто именно у людей, которые проходили много конкурсов, у них всегда проблемы. То есть научился ли ты справляться с критикой? Конечно. То есть ты уверен в этом? У тебя вы сегодня критиковали? Нет, какая бы, все сказали, замечательно. Потрясающе было все... Хорошо, слышу иронию в твоем голосе. На национальном отборе ты был очень амбициозен и говорил, что... Скажи, пожалуйста, вот песня Humanize, она чем готова зацепить европейскую публику? Она уже никого не зацепит, друзья. Почему? Уже в конце списка. Почему? Все может быть. Мы уходим в этот... Майкл, ну, это соревнование. Ну да, так уже что спрашивать тогда, если... Хорошо. Майкл эмоции переполняет. Рядом со мной Зена, у которой очень высокие оценки. Ну а ты будешь критиковать или наоборот? Что же ты скажешь, жюри? Спасибо. Спасибо. You in my heart forever. Очень здорово. Я очень рада. Я очень счастлива. Что сказать? Что сказать? Мы знаем, что ты подопечная Виктора Дробыша. Как тебя настраивало вообще на это выступление авторитетный российский продюсер? Ой, мы с ним постоянно созванивались. Он мне постоянно говорил, как он в меня верит. До сих пор это говорит, ну, естественно. Очень все здорово. Ему все нравится во мне, в моем выступлении, в песне. Он доверяет. Но ты обещала, что он придет на национальный отбор. Где же он? По истечению каких-то определенных обстоятельств у него не получилось приехать. Но при этом он сказал, что вся ответственность сегодня на мне. Все произошло нормально. Ну, как бы ты сама оценила свое выступление? Десять. То есть не хватило немножечко? В смысле не хватило? Там же была, по-моему, девяточка. Ну, не хватило. Зато есть куда расти. Реально, есть куда расти. Если бы были все десятки, я бы, наверное, расслабилась. А так, уп, в тонусе. Так, амбициозная Зена. Я вижу, что к нам в Green Room уже прибежала Ева. Ева, привет. Как тебе вообще твои оценочки? Ой, очень довольна своими оценками. Это просто очень хорошо. А как же критика? Вот я слышала, критиковали тебя, судя. Вот Майкл, он вот, скажем так, болезненно отнесся к критике. Как же ты? Я всегда положительно отношусь к критике, поэтому для меня это было критика в пользу. Я знаю, что когда ты узнала, увидела своё имя в десятки финалистов, ты визжала на весь торговый центр. Правда ли это? И что вообще для тебя значит попадание на вот площадку такого масштаба? Это очень много для меня значит. Я просто была в шоке. Я чуть ли не плакала от счастья. Это были такие эмоции, которые не переживала никогда в жизни. А какую бы оценку ты сама себе поставила? Просто в одном из интервью ты говорила, что ты умеешь адекватно себя оценивать на фоне других конкурсантов. Я думаю, что жюри поставила ту оценку, которую я заслужила. Знаю, что на все конкурсы также ездишь с группой поддержки. Кто сегодня тебя поддерживает? Сегодня поддерживают мои 12 друзей. Целых 12 пустили. Целых 12 пустили. И по ту сторону экрана мои любимые родители. Практически 12 друзей Оушена. Да, да, да. Лучшие подруги и мой преподаватель по дирижированию. Всё. Спасибо большое. Это была Ева. На этом в Гринруме у меня всё. Мы продолжим следить за выступлениями наших конкурсантов, но буквально через несколько минут.